МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинцы вернулись с победой из России. Боксеры завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии выборов в Караганде встретились председатель областной избирательной комиссии Ергара Аймаганбетов и Евгений Козяк, член штаба от миссии наблюдателей СНГ. Что обсуждалось на заседании и как будут проходить выборы депутатов Маслихатов, расскажет Екатерина Афанасьева. 19 февраля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Маслихатов. По сведениям, представленным территориальными избирательными комиссиями, всего выдвинулись 952 кандидата. Из них 131 кандидат в областной Маслихат и 821 в городские и районные Маслихаты. Регистрация кандидатов завершилась 23 февраля. Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 886 кандидатов в депутаты Маслихатов всех уровней, из которых 125 кандидатов в областной Акимат и 761 в городские и районные Маслихаты. Таким образом, средняя конкуренция на один депутатский номер составляет будет в трех предметах. Из зарегистрировано 886 кандидатов в областной Маслихаты, 761 кандидата в городские и районные Маслихаты. Из зарегистрировано 886 кандидатов в 296, это где-то составляет 33% кандидатов в городе партии МРОТА. Это ведущая партия у нас, ведущая партия. Путем само выдвижение 622 человек. Среди выдвинутых кандидатов представители 18 национальностей. 66,2% мужчины, 33,8% женщины, 74% имеют высшее образование. Средний возраст составляет 44 года. По сравнению с выборами 2012 года, количество зарегистрированных кандидатов увеличилось на 281 человека. Евгений Козяк, член штаба от миссии наблюдателей СНГ, отметил, что около 300 краткосрочных наблюдателей будут участвовать 20 марта в наблюдении проведения выборов. Сейчас заканчивается процесс аккредитации, то есть формирования нашей миссии. Сейчас уже зарегистрировано около 250 человек. Ну вот еще 50, наверное, наши наблюдатели будут не сегодня, а завтра в заседании СНГ тоже получат аккредитации. В целом в составе нашей миссии будет около 300 человек. Мы постараемся, чтобы в каждой области, естественно, в Алматы и в Астане присутствовали представители нашей миссии. Конечно же, краткосрочный наблюдатель нашей миссии будет и у вас. На данный момент в области 1105 избирательных комиссий. В их составе 7735 человек. Основная задача – обеспечить каждому гражданину возможность осознанно и взвешенно реализовать свои избирательные права. А государство со своей стороны будет содействовать в проведении открытых, справедливых, толерантных и прозрачных выборов. Екатерина Афанасьева, Тулеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня прошел очередной брифинг в Центре коммуникации. Представители Палаты предпринимателей области рассказали об итогах работы за 2015 год. Как построить правильный бизнес, с какими проблемами можно столкнуться и много других вопросов обсудили на встрече. Более двух лет Палаты предпринимателей осуществляют свою деятельность, защищая и развивая бизнес Караганды и области. При Палате предпринимателей созданы 8 комитетов и специальный совет, куда ушли представители государственных органов, депутаты маслехатов, представители ассоциаций предпринимателей и бизнеса. Более двух лет Палаты предпринимателей осуществляют свою деятельность, защищая и развивая бизнес Караганды и области. При Палате предпринимателей созданы 8 комитетов и специальный совет, куда ушли представители государственных органов, депутаты маслехатов, представители ассоциаций предпринимателей и бизнеса. За 2015 год было выявлено 18 административных барьеров, из них было решено 13 или 72%. Положительно решенные административные барьеры были реализованы в соответствии с нормативных правовых актов. Также подводя итоги, за 2015 год и январь 2016 года в Палату были поданы более 280 письменных обращений. Из них были решены 53%. Были отменены налоговые уведомления на сумму 531 миллион тенге. Проведены советы по защите прав предпринимателей. Прошло 11 заседаний, где были рассмотрены более 30 вопросов. Стало известно, что 20 субъектам предпринимательства произведена выплата инвестиционных субсидий на сумму более 360 миллионов тенге. Кроме того, можно отметить, что Палаты предпринимателей Караганды сопровождают всех бизнесменов, вне зависимости от масштаба бизнеса. В сервисные услуги у нас сходит оказание 8 сервисных услуг. Это консультации по 8 направлениям. Это направление по бухгалтерскому учету, это направление по консультации по составлению бизнес-планов, написанию бизнес-планов, маркетинговых исследований, консультации по правовым вопросам, консультации по таможенным вопросам, создание своего сайта визитки бесплатно делается у нас в Палате, консультантами Палаты. Помимо этого у нас есть обучение, естественно, и это нормально, потому что очень много желающих стать предпринимателями, это относится и к молодым людям, и людям в возрасте. По итогам 2015 года около полутора тысяч проектов по области находились на реализации в наших филиалах. Существует 18 филиалов, где можно получить консультацию по всем интересующим вопросам. Прежде всего сопровождение бизнеса начинается с идеи. О сердце Зенбаева, Лжас Голбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня в специализированном межрайонном суде начался процесс по апелляционной жалобе ранее осужденного экс-премьер-министра Серика Ахметова и остальных чиновников громкого коррупционного дела. Слушания продлятся два дня, после чего будет вынесен приговор. Процесс идет без участия самих осужденных. Апелляционную жалобу рассматривают председательствующие коллеги Рашид Нурмаганбетов и судьи Светлана Ниночкина и Роза Нурмуханова. В начале процесса адвокат Ахметова предъявил суду платежные документы и рассказал о полном погашении ущерба государству – более 2 миллиардов тенге или около 6,5 миллионов долларов. С друзьями Ахметова Серика Ахметова, которые действительно болеют за его судьбу, полностью ущерб на оставшуюся сумму 1 миллиард 825 миллионов тенге. В ходе досудебного расследования родственникам господина Ахметова, а также директорам ТВД «Стальцын» господина Карталдаеву было оплачено 430 миллионов тенге. Эта денежная сумма, Ваша честь, была зачтена в счет возмещения ущерба от его индустриальной партии по логике и по логике. Также адвокат подчеркнул, что возмещение ущерба не говорит о том, что осужденные согласны с приговором суда. Апелляционную жалобу, кроме Серика Ахметова, подали 11 человек, в том числе экс-аким Карагандинской области Баужан Абдишев, экс-замакима Караганды Айдар Тельгарин и другие. Адвокаты Баужана Абдишева считают, что вынесенный ранее приговор противоречит судебной практике. Допущены грубейшие нарушения. Также они просили членов коллегии принять во внимание характеристики их подопечного и то, что он является единственным кормильцем, а его мама недавно перенесла инсульт. Семейная обложена нарушение. Болевые и мотивы, и мотивы, и мотивы, и мотивы, и мотивы и мотивы, и престарелые годы. С детства рожденники, ватери, крепченок Катериал Ди, в ней в планах из детей. Один из детей более сахарной ингредиент, не сулит за рисунок. Как переносывая листи, ягодный с миф ангушкот? Справки специфистского учреждения, крепченок Катериал Ди, Суд продлится два дня, после чего будет вынесен приговор. Напомним, 11 декабря 2015 года суд приговорил бывшего премьер-министра Серика Ахметова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему запрещено занимать государственную должность на протяжении пяти лет. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 20 человек из числа бывших чиновников. Представители нацкомпаний и коммерческих структур. Экс-Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев был приговорен к пяти годам лишения свободы. Экс-Аким Караганды и Мирам Смогулов к трем годам колонии общего режима. Трое человек, сотрудничавших со следствием, были освобождены от уголовной ответственности. Аймамрина Исламбекоспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И вот к нам пришло еще одно сообщение из зала суда. Адвокат Серика Ахметова Николай Лесник заявил о частичном признании вины экс-премьера. Со слов правозащитника, Ахметов раскаялся и признал вину в части недосмотра за некоторыми лицами, допустившими хищение бюджетных средств в период, когда он работал Акимом Карагандинской области. Защита бывшего премьер-министра попросила апелляционную коллегию отменить решение суда первой инстанции и оправдать осужденного. Прокуроры попросили перерыв до 15.00 11 марта. Продолжаем выпуск. Праздник весны встретили карагандинские румыны. Фестиваль фольклора Мерцишор вновь прошел в шахтерской столице. Одним из гостей праздника был представитель посольства Румынии в Казахстане. Впервые в Караганде фестиваль румынского фольклора Мерцишор был отпразднован в 2013 году. Его организовало областное румынское общество Дакия. Тогда же было решено, что фестиваль станет ежегодным. Этот праздник мы проводим совместно с городским отделом культуры и развития языков и румынское культурное общество Дачи совместно. У нас в Карагандинской области порядка 3800 человек этнических румын. В Казахстане больше 20 тысяч. Мерцишор – это традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии. Обычно отмечают его 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки из белых и красных ниток в виде цветочков. Это украшение, так же как и праздник, называется Мерцишор. Исторические корни этого праздника остаются загадкой. Но обычно считается, что этот праздник возник во времена Римской империи. Мерцишор – это замечательный праздник для румын. Для нас это начало Нового года. И все хорошее случается в этот день. В этом году фестиваль румынского фольклора Мерцишор был посвящен Дню Благодарности и 25-летию независимости Республики Казахстан. На праздник приехали консулы Румынии, жители Караганды, гости из разных городов области, этнопоп-культура Романия и многие другие. 95-летний рубеж преодолел сегодня карагандинский долгожитель. Ветерана поздравили Татьяна Шатохина, Ким района имени Казбекби и председатель Совета ветеранов района Габит Туяков. О своей жизни Сапаргали Курман Галиев поведал нашему корреспонденту. У Сапаргали Курман Галиева сегодня день рождения. Ему 95. Мужчина родился в Каркаролинском районе в 1921 году. В 1940-м был призван в военное училище в Житомир. Вскоре началась Великая Отечественная война. И первокурсник, долго не раздумывая, отправился защищать Родину. Воевал на Воронежском фронте. Это время он помнит очень хорошо. В 1943 году, в 18 сентября, вернулся в Родину. Благодаря Богу, руки и ног цели. Но позвоночник. Война-то есть война. Война без затрата не бывает. Орала. Ничего вспоминать. Хорошего нет. Убийства, кровь. На сегодняшний день у ветерана-долгожителя шесть детей. Старшему 72 года, младшему 52. Есть и внуки. Их 15. И правнуки. Сапаргали Курмангалиев был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Медалью за боевые заслуги, юбилейными медалями. Поздравить ветерана приехали председатель Совета ветеранов Габит Туяков и Аким района имени Казбекби Татьяна Шатохина. Карагандинскому долгожителю выразили огромную благодарность. А также вручили грамоту, подарили телевизор и цветы. Родственникам Сапаргали Курмангалиева было приятно, что ветеранам-юбилярам в нашей области уделяют особое внимание. Ветеран наши, ряды ветеранов летеют, но мы пожелали ему крепкого здоровья, конечно, чтобы он радовался жизнью еще долгие-долгие годы. Помнить и уважать ветеранов Великой Отечественной войны – это наш долг. Ведь именно благодаря им сегодня мы имеем голубое небо над головой и мир на своей земле. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В детском саду Гаухар состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Вечер был посвящен женщинам преклонного возраста. Но только бабушки не любовались талантами своих внуков, а демонстрировали свои навыки правильного воспитания детей. Подробнее вам расскажет Асель Сазанбаева. Детский сад Гаухар открылся в 2001 году. На данный момент в нем работает более 80 человек. Посещают детский сад ни много ни мало, а около 300 ребятишек. В преддверии весеннего праздника, 8 марта, сотрудники детского сада организовали вечер, посвященный бабушкам. Мероприятие проходило в необычной форме. Женщины, позабыв о своих недугах и возрасте, соревновались на звание «Лучшие бабушки». Специальный критерий разработал у нас жюри. Жюри мы выбрали со всего контингента детского сада. От нянь, от помощников-воспитателей, от администрации, от мужчин, у нас мужчины есть, и от педагогов. Чтобы было беспристрастное жюри. И сегодня мы хотели бы увидеть их труд в воспитании детей. Какие они мамы, какие они бабушки. И желаем нашим бабушкам сегодня успехов, побед. Всего принимало участие 4 бабушки. Задача перед участницами стояла нелегкая. Нужно было подготовить домашнее задание, ответить на вопросы викторины и продемонстрировать свои навыки воспитания внуков. Соревновались в конкурсе бабушек сотрудницы детского сада. Я в этом садике работаю недавно. В садике Гаухар. И представляю сегодня роль бабушки. Я сама вызываю бабушку. У моей внучки здесь ходят в этот садик. Ну, подготовили роль бабушки. Пословицы подготовили. Домашние задания будут. Внуки трепетно поддерживали своих бабуль громкими аплодисментами и выкриками. В конце конкурса всех участниц ожидали небольшие презенты и призовые места. А сердце Замбаева и Сламбек Успан Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Проводить домбропати уже стало доброй традицией во всем Казахстане. Не осталось в стороне и наша Караганда. В шахтерской столице немало и любителей, и профессионалов-домбристов. Это доказали студенты высших и средних учебных заведений города. Встреча музыкантов посвящена 150-летию Алихана Букихана. Подробнее расскажет Лариса Хусейнова. Здесь играют не за первенство, а просто наслаждаются творчеством и дарят национальную музыку. Домбропати проводятся в Караганде часто. За короткое время уже появились свои фанаты. Кто-то приходит послушать, зная заранее, что будет музыкальная импровизация. Другие просто не могут пройти мимо. На базе Академии Булашак открылся клуб молодых журналистов. Они и решили организовать такую полезную и интересную встречу. В планах организаторов проводить домбропати как можно чаще. Главная цель таких мероприятий, вспоминая Алихана Букиханова, воспитать в молодом поколении патриотизм. Мы планируем организовывать домбропати в парках, торговых домах и там, где собирается много людей. Место проведения выбрали многолюдное. В одном из торговых домов города более 30 студентов играли на домбре. В основном это были члены клуба молодых журналистов. В мероприятии принимали участие около 100 человек. Приходили, поддерживали. По моему мнению, каждый человек должен уважать и любить то искусство народа, искусство страны, в котором он живет. Звучали песни о любви, о родине, исполнялись народные кюи. Взрослые восхищались молодежью, а дети с интересом наблюдали за своими старшими товарищами. Они подают хороший пример подрастающему поколению. Молодые домбристы показали свое мастерство и доказали, что культуру казахского народа они не забывают. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Арман Мертаев, Первый Карагандинский. Поздравь свою любимую женщину, отправь ее фото на сайт Центра по работе с молодежью. В Караганде прошла фотовыставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта. В ней смогли принять участие все желающие. Красивые коллажи с фото милых дам выставили в одном из крупных торговых домов города. Фотосушка – так авторы идеи назвали выставку снимков, на которых красуются видные и заслуженные деятельницы Караганды. Небольшая экспозиция была выставлена в одном из людных торгово-развлекательных центров. Все желающие смогли посмотреть снимки и познакомиться с биографией замечательных дам. Центр по работе молодежи при поддержке городского акимата проводит данную акцию. Это фотосушка, посвященная 8 марта Международному женскому дню на тему «Любов всего мира в ваших глазах». Целью данной акции является выражение благодарности и почтения к женщинам нашего города. Посетители торгового дома с любопытством разглядывали снимки. Кто-то узнавал своих знакомых, а другие просто радовались за дам. Сергей Югай гулял вместе с семьей. Он отец четверых детей. Увиденные фотографии вызвали у главы семейства массу эмоций. Он решил поделиться своими впечатлениями. «Я считаю, что ничего плохого нет. Смотреть, какие у нас люди живут, какие у них достижения ветераны – это вообще здорово. Мать героини – это вообще прекрасно. Чтобы и молодежь видела, какие у нас люди здесь есть. Прекрасно». Ранее такая выставка была организована в честь празднования 26-летия вывода советских войск из Афганистана. Центр по работе с молодежью намерен сделать фотосушки традиционными. И вскоре карагандинцев ждут новые экспозиции. Аймам Ренаж Ахсалак Нуртай, Арман Нартаев – первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские боксеры завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в открытом региональном турнире по боксу, который проходил в России. Аблайхан Бердамурат, Ислам Сулейменов, Айбол Тимиров, Сагныш Кенжибаев, Сиргжан Жиксенбай, Сирхан Сержан и Ерсен Айчанов стали лучшими из лучших среди 300 спортсменов из России и Казахстана. Сегодня с победителями встретились наши корреспонденты. Подробности о Аймам Рене. Турнир проходил в Новосибирске. Он посвящен 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие 10 команд, около 300 боксеров, в том числе 4 команды из Казахстана. 15-летний Ислам Сулейменов завоевал серебряную медаль. Он выступал в весовой категории 75 килограммов. Не скажу, что было легко, но я старался. Хотел первое место занять, но не смог, конечно. Было трудно, людей очень много было. В моем весе тоже было нормально. Я провел три боя, два одержал победу, в третьем проиграл, к сожалению. В дальнейшем, думаю, продолжать усилий много делать. Все боксеры – выпускники Карагандинской детско-юношеской спортивной школы. Руководство учебного заведения рассказало, что они участвуют в данном турнире уже второй раз. Юные мастера «Кожаные перчатки» показывают отличные результаты и возвращаются домой только с победой. Наши спортсмены, выезжая на соревнования, оттачивают свое мастерство перед другими республиканскими соревнованиями. Спортсмены не расслабляются. Сейчас они уже приступили к тренировкам для участия в республиканском турнире, который пройдет в апреле в Павлодаре. Также они получили очередное приглашение на чемпионат, который состоится в России. Аймам Ренажак Сулак Нуртай, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Всего доброго.